Вопрос. Какими узами связывается сердце человеческое, чтобы не стремиться ему к злу? Ответ. Теми, чтобы постоянно последовать премудрости и избыточествовать учением жизни, ибо нет иных уз, столько крепких, чтобы сдерживать ими бесчиние мысли. Вопрос. Где предел стремлений у последователя премудрости, и чем совершается обучение оной? Ответ. Подлинно невозможно в шествии своем достигнуть сего предела, потому что и святые не дошли в этом до совершенства. Пути премудрости нет конца. Она шествует выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что премудрость есть сам Бог. Вопрос. Какая первая стезя, приближающая нас к премудрости, и в чем ее начало? Ответ. В том, чтобы всею силой стремиться во след премудрости Божией, и всем стремлений от всей души ревностно трудиться до самого конца жизни, даже из любви к Богу не вознеродеть, и о том, чтобы, если это нужно, совлечься самой жизни и отринуть ее от себя. Вопрос. Кто достойно именуется «смысленным»? Ответ. Тот, кто действительно понял, что есть предел всей жизни. Он может положить предел и своим прегрешениям. Ибо какое ведение или какое разумение выше сего умудрится человеку выйти из жизни сей в нерастление, не имея ни одной части, оскверненной зловонием вожделения, и никакой в душе скверны, оставляемой сладостью вожделения. Ибо если какой человек утончает мысли свои, чтобы проникнуть ему в тайны всех естеств и обогащается открытиями и познаниями во всяком ведении, но душа его осквернена греховную скверную, и не приобрел он свидетельства о надежде души своей, однако же думают, что счастливо вошел в пристань упования, то нет в мире человека неразумнее его, потому что дела его, в непрерывном стремлении его к миру, довели его только до мирской надежды. Вопрос Кто по самой истине крепче всех? Ответ Тот, кто благодушествует в скорбях временных, в которых сокрыты жизнь и слава победы его, и не вожделел широты, в которой скрывается зловоние стыда, и который обретающего ее во всякое время напоевает из чаши воздыхание. Вопрос Какой бывает вред в шествии к Богу, если кто по причине искушений уклоняется от добрых дел? Ответ Невозможно приблизиться к Богу без скорби. Без нее и праведность человеческая не сохраняется неизменную. И если человек прерывает дела, приумножающие праведность, то прерывает и дела, охраняющие ее, и делается он подобен неохраняемому сокровищу, и борцу, с которого совлечены его оружия, когда окружили его полки врагов его, и кораблю, не имеющего снастей своих, и саду, который не орошается более источником водных. Вопрос Кто просвещен в своих понятиях? Ответ Тот, кто умел отыскать горечь, сокровенную сладости мира, воспретил устам своим пить из этой чаши, доискивается всегда, как спасти душу свою, не останавливается в своем стремлении, пока не отрешится от мира сего, и запирает двери чувств своих, чтобы не вошла в него приверженность к сей жизни, и не похитила у него тайных сокровищ его. Вопрос Что такое мир? Как познаем его? И сколько вредит он любителям своим? Ответ Мир есть блудница, которая, взирающих на нее, с вожделением красоты ее привлекает в любовь к себе. И кем, хотя отчасти, возобладала любовь к миру, кто опутан им, тот не может выйти из рук его, пока мир не лишит его жизни. И когда мир совлечет с человека все, и в день смерти вынесет его из дома его, тогда узнает человек, что мир подлинно льстец и обманщик. Тогда же будет кто усиливаться выйти из тьмы мира сего, пока еще сокрыт в нем, невозможет видеть пут его. И таким образом мир удерживает в себе не только учеников и чад своих, и тех, которые связаны им, но и нестяжательных, подвижников, тех, которые сокрушили узы его, и одним словом стали выше его. Вот и их различными способами начинает уловлять в дела свои, повергает к ногам своим и попирает. Вопрос. Что делать нам с телом, когда окружают его болезнь и тяжесть, а с ним вместе из не может и волю в пожелании доброго и в первой крепости своей? Ответ. Нередко бывает с иными, что одна половина их пошла во след Господа, а другая половина осталась в мире, и сердце их не отрешилось от здешнего, но разделились они сами в себе, и иногда смотрят вперед, а иногда назад. И, думаю, сим разделившимся в себе самих и приближающимся к пути Божию, премудрый дает совет, говоря, «Не приступи к нему сердцем раздвоенным, но приступай как сеющий и как жнущий». И Господь, зная, что сии несовершенно отрекающиеся от мира, но разделенные в себе самих, под предлогом страха и скорбей, умом или, вернее сказать, помыслом, обращаются вспять, потому что не отвергли еще от себя плотской похоти, и, желая свергнуть с них это расслабление ума, изрек им определенное слово, «Кто хочет по мне идти, прежде да отвержится себе». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Вопрос. Что значит отвергнуться себя самого? Ответ. Как приготовившийся взойти на крест, одну мысль о смерти имеет в уме своем, и таким образом восходит на крест, как человек, не помышляющий, что снова будет иметь часть в жизни настоящего века, так и желающий исполнить сказанное. «Ибо крест есть воля, готовая на всякую скорбь». И Господь, когда хотел научить, почему это так, сказал, «Кто хочет жить в мире, всем, тот погубит себя для жизни истин. А кто погубит себя здесь, мне ради, тот обрящет себя там, то есть обретет себя, шествующий путем крестным и на нем утвердивший стопы своей». Если же кто снова печется о жизни сей, то лишил он себя упования, ради которого вышел на скорбь. Ибо попечение сие не попускают ему приблизиться к скорби ради Бога, и тем самым, что предается он сему попечению, увлекает его постепенно и уводит из среды подвига ради блаженной жизни, и возрастает в нем помысл этот, пока не победит его. «А иже в уме своем погубит душу свою меня ради из любви ко мне, тот неукоризненным и невредимым сохранится в жизнь вечно». Сие это значит сказанное «Иже погубит душу свою меня ради, обрящет ее». Здесь еще сам уготовь душу свою к совершенному уничтожению для этой жизни. Если погубишь себя для этой жизни, то Господь скажет в том же смысле, «Дам тебе живот вечный, как обещал я тебе». Если же и всей жизни пребудешь, то здесь еще самим делом покажу тебе обетование мое и удостоверение в будущих благах. И тогда обретешь вечную жизнь, когда будешь пренебрегать этой жизнью. И когда в этом вооружении выступишь на подвиг, тогда сделается в очах твоих достойным пренебрежения все, почитаемое трудным и скорбным. Ибо когда ум вооружен таким образом, тогда нет для него ни борьбы, ни скорби во время смертной опасности. Посему должно в точности знать, что если человек не возненавидит жизни своей в мире по причине вожделения жизни будущей и блаженной, то не может вполне перенести всякого рода скорбей и трудов, постигающих его каждый час. Святитель Иоанн Златоуст Прокаженный приступил к Иисусу по сошествии его с горы, а этот сотник по вшествии его в Капернаум. Почему же ни тот, ни другой не взошли на гору? Не по нерадению, так как оба имели пламенную веру, но чтобы не прервать его учение. Сотник, приступивши, сказал, «Отрок мой лежит в дому, расслаблен, лють и стражда». Некоторые говорят, что он в оправдании свое представил и причину, почему не привел и его самого. Невозможно было, говорят, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что отрок находился при последнем издыхании, об этом свидетельствует Лука. «И хотяше умрете». Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника и гораздо большую, нежели какую имели свесившие расслабленного сквозь кровлю. Так как он ясно знал, что довольно и одного повеления, чтобы восстал лежащий, то почел за излишнее приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей, а здесь сам предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника. Если бы он не обещал этого, а сказал только «иди, да исцелеет отрок твой», тогда бы мы совершенно не знали об его добродетеле. То же самое, хотя противоположным образом, сделал он и с женою финикийскую. Здесь без приглашения добровольно сам обещает прийти в дом, чтобы ты познал веру сотника и великое смирение. Финикиянки же отказывает в даре и ожиданию ее как бы не подает надежды. Как опытный и проницательный врач он умеет из противного производить противное. Так здесь веру сотника открывает через добровольно обещанное пришествие, а там веру женщины через продолжительную отсрочку и отказ. Так поступил он и с Авраамом, сказав «не утаю от отрока моего Авраама» Бытие, глава 18, стих 17, чтобы ты познал его любовь и попечение осадомлянах. Так и посланные к Лоту отказываются взойти к нему, чтобы ты познал великость страннолюбия этого праведника. Итак, что же говорит сотник? «Не снь достоин, да под кровь мой в нидише» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8 Послушаем это мы, намеревающиеся принять Христа. Ведь и ныне можно его принимать, послушаем и поревнуем, и примем с таким же тчанием. В самом деле, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, ты принял и напитал его самого. Но только рцы слова, и исцелеет отрок мой. Смотри, как и сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе. И он не сказал «призови Бога», не сказал «помолись и умилостиви Его», но только «повели». Потом, опасаясь, чтобы он по смирению не отказался, говорит «Ибо и аз человек есмь под властью, и мы под собою воины, и глаголюсь ему «иди» и идет, и другому «прииди» и приходит, и рабу моему «сотвори сие» и творит». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 9. Что ж из того, скажет кто-нибудь, если сотник так думал? Дело в том, ведь одобрил ли и подтвердил ли то Христос. Хорошо и весьма благоразумно, ты говоришь. Итак, на это-то и посмотрим. И мы найдем здесь то же, что случилось с прокаженным. Прокаженный сказал «аще хощеши». И мы удостоверяемся во власти Спасителя не только через прокаженного, но и через глаз самого Христа, потому что он не только не отверг такого мнения, но еще более подтвердил его, когда для утверждения его присовокупил излишнее слово, сказав «хощу», «очистися». Равно и здесь. Надо бы посмотреть, не произошло ли чего-либо подобного. И действительно. Найдем, что и здесь случилось то же самое. В самом деле, когда сотник сказал такие слова и засвидетельствовал о такой власти Спасителя, тогда он не только не осудил его, но и одобрил, и даже более, нежели одобрил. Евангелист не сказал, что Спаситель похвалил только слова сотника, но, показывая важность похвалы, говорит, что он даже «удивился». И не только удивился, но и в присутствии всего народа представил его другим в пример для подражания. Видишь ли, как каждый из засвидетельствовавших о его власти восхваляется? «И дивляхуся народе о учении его». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 27. «Поскольку он учил, яко власть имея. И Христос не только не обвинил их, но еще сошел с ними с горы и через очищение прокаженного утвердил их мнение». Опять прокаженный сказал, «Аще хощеши, можешь мя очистите». И Христос не только не обличил, но, врачуя его, так, как он сказал, очистил его. Также сотник говорит, «Ток морцы слова и исцелеет отрок мой». И Иисус, удивляясь ему, говорил, «Не во Израиле талики веры обретох». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 10. «Тоже можешь ты познать и из противного. Марфа, за то, что не сказала ничего такого, но противное, яко елика аще просиши от Бога, даст тебе». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 22. «Не только не похвалено, хотя и знал ее Христос и любил, и хотя она весьма пеклась о нем, но даже была им обличена и вразумлена, потому что неблагоразумно сказала, «Не рех лети», — так говорил ей Христос, «яко аще веруеши, узрише славу Божию». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 40. «Обвиняя так ее, как еще не уверовавшую». И опять, когда она сказала «Елика аще просиши от Бога, даст тебе Спаситель», отклоняя ее от такой мысли, и научая, что он не имеет нужды заимствовать что-либо от другого, но сам, есть источник благ, говорит «Аз есмь воскрешение и живот». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. То есть я не ожидаю получения силы, но сам собою все совершаю. Потому-то он и удивляется сотнику, предпочитает его всему народу, удостаивает дара царствия и прочих, побуждает к соревнованию ему. А чтобы ты знал, что он для того сказал это, чтобы и других научить подобной вере, послушай, с какой точностью евангелист указал на это. «Обращся, — говорит Иисус, — рече грядущим по нем, не во Израиле талики веры обретох». Итак, высокая мысль о нем наиболее всего служит залогом веры, царствия и прочих благ. Христос не только на словах похвалил сотника, но за веру его возвратил ему больного здравым, и сплетает ему светлый венец, и обещает великие дары, говоря, «мнози от восток и запад приидут, и возлягут на лоне Авраама и Исаака и Иакова». «Сынови же царствия изгнаны будут вон» Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. После того, как Спаситель совершил многие чудеса, Он беседует с народом с большую уже свободою. Потом, чтобы кто не почел Его слова залезть, но чтобы все знали, что сотник точно такого был расположения, говорит «Иди, якоже веровал еси, буди тебе» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 13. «И дело, свидетельствующее о таком расположении Его, тотчас последовало. И исцеле отрок Его отчаса того. То же случилось и с Серафиникиянкою, так как и ей Спаситель сказал, «О жену, вели я вера твоя, буди тебе, якоже хощеши, и исцеле дщи я». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 28. Так как Лука в повествовании о данном чуде со слугою сотника включает много другого, что, по-видимому, показывает разногласие, то нужно и это изъяснить вам. Итак, что говорит Лука? «Сотник посла к нему старцы иудейские, моля его прийти». Евангелие от Луки, глава 7, стих 3. Матфей же говорит, что он сам, пришедший, говорил, «Несмь достоин». Некоторые говорят, что это разные лица, хотя они и много имеют сходного. О том говорится, «Сонмище нам созда, и язык любит» Евангелие от Луки, глава 7, стих 5. А об этом сам Иисус говорит, «Не вы, Израиле, талики веры обретох». О том не сказано, «Мнози приедут от восток», откуда вероятно, что он был иудей. Что же сказать нам на это? То, что такое решение легко, спрашивается только, истинно ли оно? Я думаю, что это одно и то же лицо. Но отчего же, скажет кто-либо, по свидетельству Матфея он сказал, «Несмь достоин да под кровь мой в Нидише», по свидетельству же Луки, послал за Христом, чтобы он пришел? Мне кажется, что Лука указывает нам на лесть иудейскую, и на то, что люди в несчастье, будучи непостоянны, часто переменяют намерение. Весьма вероятно, что когда сотник хотел идти, иудеи воспрепятствовали льстя ему, и говоря, «Мы сходим и приведем его». Смотри, и самая просьба их исполнена лести. «Любит Бог, — говорят, — язык наш, и сонмище той созда». И не знаю даже, за что нужно похвалить этого мужа. Им надлежало бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить, а мы воспрепятствовали, зная его несчастье и видя лежащее в доме тело, и таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но об этом они не говорят. По зависти они не хотели обнаружить веру этого мужа, но чтобы призывающего не почли за какого-либо великого человека, они решились лучше помрачить добродетель того, за которого пришли просить, нежели обнаружив его веру, исполнить то, за чем пришли. Зависть легко может ослепить ум, но ведущий тайное прославил его против их воли. А что это так, послушай, как сам Лука, опять изъясняя это, говорит. Ему недалече сущу посла глаголя «Господи, не движися, несмбо достоин да под кровь мой внидише» Евангелие от Луки, глава 7, стих 6. Как скоро он освободился от докучливости иудеев, то посылает сказать «Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что почел себя недостойным принять тебя в дом». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!